Добрый день! Кубик 6х6 это шестислойная кубическая головоломка, которая является логичным продолжением кубика 5х5. Теоретически знаний, полученных при сборке кубиков 4х4 и 5х5 вам должно хватить для того, чтобы собрать и 6х6. В этом видео я покажу особенности сборки этой интересной головоломки. По строению 6х6 похож на все большие кубы. Также есть одноцветные элементы, которые называются центрами, но их здесь больше. 4х4 это 16, 16 элементов на каждой грани, итого 96 центров в кубике 6х6. Также есть ребра, они теперь состоят из четырех элементов, всего 48 на всю головоломку. Ну а углов трехцветных элементов, как обычно, 8. Поскольку куб четный, то помимо внешних элементов, углов, ребер и центров, он также имеет внутренние элементы, которые необходимы для того, чтобы он корректно вращался. Поэтому я, как обычно, настоятельно не рекомендую разбирать кубик 6х6 механически без необходимости. Этапы сборки такие же, как и во всех больших кубах. Сначала мы собираем центры. Они здесь не фиксированы, поэтому нужно следить за их взаимным расположением. На втором этапе собираем ребра. И на третьем этапе собираем куб полностью, как 3х3, решив при необходимости баритеты. Сборка центров производится по тем же принципам, что и в 5х5. Поначалу это удобнее всего делать при помощи полос. Видим два белых элемента. Третий. Совмещаем. Получаем такую не целую полоску. и добавляем сюда четвертый элемент. Получилась первая полоска. Собрать нужно еще таких 3, будет белый центр. Отведем в сторону и ищем остальные элементы. К примеру, вот один элемент, к нему второй. Отведем в сторону, чтобы было поудобнее. Добавляем сюда третий. Ну и отсюда возьмем какой-нибудь четвертый. Следим за тем, чтобы уже собранное у нас не разрушалось. Ставим две полоски рядом. Собираем дальше. Видим удобную конструкцию. Отведем вниз и поднимем обратно вверх. У нас 3 элемента есть. Нужно еще четвертый. Находим его здесь. Ставим рядом. Получаем третью полоску. Остается дело за четвертый. Два элемента. Третий. Ставим рядом. Ну и четвертый. Первый центр готов. Напротив белого, как обычно, собираем желтый. Я соберу полоску где-нибудь сбоку, чтобы белый у меня не разрушался. Собрал одну полоску и сразу же соберу вторую, чтобы переводить на эту сторону сразу две полоски. Можно это делать и по одной, но меньше движений будет, если сразу две. Теми же методами я собрал две полоски. И отправляю их напротив белого центра. При этом стараюсь максимально, чтобы убрать отсюда желтые элементы на эти грани. Загоняю, разворачиваю, возвращаю. Все по тем же принципам. Вижу здесь три элемента. Здесь четвертый. Полоска готова. Поскольку здесь остался желтый элемент, то я могу либо забросить эту полоску наверх, забрав этот элемент, либо нет. Чтобы забрать этот элемент, я буду выбивать сразу двумя слоями центральными. и он уйдет. Но также я могу этот элемент там оставить, если мне это удобнее. Из той же ситуации я разворачиваю, выдвигаю только одну полоску и возвращаю только одну. Тогда этот элемент здесь остается. Если он угловой, то можно его оставить. Зачем? Соберем остаток третьей полоски. Вот он. И тогда при таких движениях я могу вот так вот дособрать центр. Это делать необязательно, но иногда удобно. После белого и желтого, так же, как в кубике 4х4, мы собираем синий. Смотрим, где здесь побольше всего. Ну, к примеру, здесь. Видим два элемента синих. Доставляем сюда третий и четвертый. Ставим вертикально, чтобы не разрушалось. Собираем еще одну полоску. Вот нужный нам элемент. Отводим в сторону, возвращаем, получаем полоску. Итого их уже две. Следующие. Два элемента. Видим третий. Ставим рядом. У нас вот эта полоска сдвинулась, но это не смертельно. Мы можем так вот отвести. И вернуть ту полоску назад. Так, и необходимо четвертый элемент. Вот он. Ставим его рядом. Собираем четвертую полоску. Этот элемент удобно поставить сюда таким способом. Ну, и вот этот сначала отведем на переднюю грань. Потом поставим. Собираем синий центр. И теперь вспоминаем, что 6х6 это четный куб. Поэтому здесь следует следить за порядком расположения центров. Как в 4х4, если взять белый к себе, синий сверху, то справа должен быть красный. Если вы не уверенно знаете порядок расположения центров, то если следовать вот этому алгоритму, то ошибок быть не должно. Собирать будем красный вот здесь. Поскольку у нас синий центр уже готов, все движения нужно делать будет с возвратом. Доставляем сюда кусочек, отводим в сторонку и делаем возвратное движение. Собираем. Видим здесь тройной элемент. Ну, также мы видим здесь тройной элемент. Поэтому, заметив вот этот одиночный элемент, я сначала соберу вот эту полоску и доставлю ее вот сюда. Чтобы собрать вот эту полоску, мне не хватает свободных элементов. Все они вот здесь. Чтобы достать их оттуда, ну, можно просто сделать вот так. Выдвинуть, развернуть и вернуть обратно. Ну, к примеру, теперь мне удобнее стало решить сначала вот эту красную полоску. Для этого я отодвину вот эти элементы, проверну и возвращу. Вот у нас собралась красная полоска. И здесь у меня есть выбор, сохранить этот элемент, либо этот. Этот элемент сохранять будет неудобно. Ну, его сохранить можно, но потом его все равно придется туда извлекать. С этим же будет удобнее. Сейчас покажу почему. Какой элемент сохранить, мы тот и выбиваем. Дособираем здесь полоска. И видим, вот этот хорошо встал бы сюда, но не подходит. Тогда мы его развернем. Вернем пока обратно. И со следующего захода он у нас уже хорошо все заберет. Достаточно часто подобный элемент сразу забирает с собой целую полоску. Ну, и в любом случае его оставлять удобнее, если есть выбор. Дальше собираем зеленый и оранжевый. Несмотря на то, что оранжевая полоска уже готова, я сначала соберу зеленый, чтобы не нарушать порядок и не запутывать начинающих сборщиков. То есть после красного собираем зеленый. Он как раз получится напротив синего. Здесь первая полоска. Получается вот так. Дальше удобнее собрать вторую и среднюю полоску. Для этого мы смотрим, вот здесь есть такая почти готовая, не хватает одного элемента. Вот этого. Мы его опустим вниз. То есть здесь пустое поле. Развернем и вернем. Получается, что вот полосочка. Поставим рядом с уже готовым. Дальше соберем опять среднюю полоску. Для этого вот этот элемент поставим сюда, опустим, развернем, поднимем. И как раз вот тот случай, когда вот этот элемент спокойно заберет эту полоску с собой. Ну и оставшуюся полоску во многих случаях вам не удастся собрать полностью вот такими интуитивными движениями. Поэтому чаще всего мы будем приходить вот к такой ситуации. Решение в этом случае аналогично вот такой ситуации в кубике 5 на 5, когда нужно переставить средние элементы. 5 на 5 мы как делали? Поднимали, отводили в сторону, выбивали среднюю, возвращали. Еще раз, поворачивали и возвращали на место. Здесь мы будем делать то же самое, но слой будет не весь средний, в данном случае он двойной, а только один. Алгоритм следующий. Поднимаем, отворачиваем верхнюю грань, выбиваем тот элемент, который здесь зеленый, да, и не подходит под всю полоску, тем самым заменяя его на оранжевый. Возвращаем обратно, опускаем оранжевую полоску, тем самым собирая вот эту, поворачиваем и выставим на место. Повторю еще раз. Вот эти элементы должны располагаться одинаково, то есть оба справа. Поднимаем нижний элемент, зеленый, отводим верхнюю грань в сторону, поднимаем тот слой, на котором располагается этот зеленый элемент, возвращаем верхний слой обратно, опускаем оранжевую полоску, собирается вот эта, поворачиваем верхний слой и опускаем полоску. То есть это интуитивно понятный алгоритм. В том случае, когда одиночный элемент оказался вот так вот, чуть пониже, мы делаем то же самое, принцип тот же. Поднимаем, отворачиваем верхний слой, выбиваем ту полоску, где находится вот этот зеленый элемент, вот оранжевый собирается, возвращаем, опускаем оранжевую, и это собирается, отворачиваем, опускаем. Одинаковые алгоритмы, но разница только в том слое, который поднимается. В случае, если у вас получилось, что необходимо переставить два центральных элемента на крайней полоске, то это полностью такая же ситуация, как на 5х5. Поднимаем, поворачиваем, выбиваем средний слой, но тут он будет состоять из двух полосок. Он будет собирать вот это. Возвращаем, опускаем, поворачиваем, опускаем. То есть, точно такой же алгоритм, как в 5х5, только вот двойной слой, средний мы будем поднимать. Если останется один угловой элемент, то это тоже, как в 5х5, решается при помощи рыбки. Точно такой же алгоритм. Необходимые уголки неправильные поставить рядом. РВ, У, РВ штрих, У, РВ, У2, РВ штрих. Если неправильных угловых центра два, то мы можем либо сделать алгоритм рыбки дважды, сначала для этих углов, потом развернуть, и для двух оставшихся. Либо свести вот эту ситуацию к предыдущей. То есть, выбивая собранную полоску, мы получаем предыдущую ситуацию, которую легко решаем алгоритмом из 5х5. Иногда случается так, что, собрав первые две полоски, у вас случайно собралась третья крайняя, и остался один элемент на средней полоске. В этом случае так же легко можно решить. Можно сделать либо алгоритм, подобный для вот этих элементов. Для этого мы располагаем как-нибудь однообразно эти неправильные элементы. Поднимаем средний слой, отворачиваем, выбиваем полоской, где стоит нужный нам элемент, возвращаем вверх-обратно, опускаем эту полоску, возвращаем, опускаем эту полоску. Если такой элемент располагается снизу, то можно сделать аналогичный алгоритм, либо перевести в состояние сверху. Если все-таки вы решили сделать это снизу, то алгоритм будет следующий. Поднимаем средний слой, но вверх отворачиваем в другую сторону. Поднимаем теперь вот этот слой, выбивая нужный элемент, возвращаем вверх и ставим полоски на место. Так же можно решить подобную ситуацию немножко по-другому, более интуитивно. К примеру, у нас сверху оранжевый и зеленый. Если оранжевый здесь располагается сверху, зелененький лучше опустить вниз. Для чего? Мы опускаем эту неправильную полоску, разворачиваем внизу и возвращаем опущенный слой. Тем самым у нас полоска собирается, которую мы потом уже стандартным способом ставим на место. Если возникла вот такая ситуация, то мы можем поступить следующим образом. Опускаем вот эти два элемента, разворачиваем их здесь и возвращаем опущенную полоску на место. Получаем ситуацию очень похожую на 5 на 5. Ставим вот так, выдвигаем два средних слоя, разворачиваем, возвращаем. Собирается полоска, которую мы можем поставить на место. Я рекомендую всегда сводить к такой ситуации, когда у вас полностью собраны три полоски и остается переставить только один элемент на четвертый. Это не всегда бывает интуитивно понятно, поэтому я сейчас пару случаев покажу. К примеру, у вас есть вот такая вот недособранная третья полоска и нужный элемент снизу. То здесь что мы делаем? Если недостающий элемент находится сверху, мы располагаем вот этот элемент снизу. Снизу опускаем, разворачиваем так, чтобы он снизу оказался. Возвращаем, получаем собранную полоску, которую мы уже любым способом отправляем наверх. Можно одну, можно двумя слоями. Если недостающий элемент находится снизу, то, соответственно, поступаем наоборот. Этот нужный элемент располагаем сверху, под этой полоской. Делаем то же самое. Опускаем. Теперь разворачиваем так, чтобы отсутствующий элемент находился сверху. Возвращаем, получаем готовую полоску. Ее загоним наверх. Если на третьей полоске не хватает либо верхнего, либо нижнего элемента, то проще ее сначала отправить вниз. Здесь ее дособрать. И потом уже собранную отправить наверх. Если собрав третью полоску, мы видим, что здесь есть готовая полоска, которой не хватает среднего элемента, то можно спокойно ее загонять наверх и уже дорешивать при помощи алгоритмов. Если у четвертой полоски не достает крайнего элемента, то чаще всего можно ее дособрать интуитивно. К примеру, в данном случае можем просто опустить вот этот угловой элемент, забрать полоску и поднять наверх. В том случае, если в один ход это сделать не получается, не совмещается полоска, то мы располагаем недособранную полоску справа, опускаем вниз, перемещаем этот угловой центр тоже вниз и возвращаем. Теперь в этой ситуации был центр сверху и не совмещался. Теперь он встал снизу и будет совмещаться. Ну и аналогичная ситуация. Если все четыре элемента четвертой полоски снизу, то мы также можем ее здесь дособрать полностью. В том случае, если не хватает крайнего элемента четвертой полоски, и он находится снизу, мы можем эту полоску в любом случае дособрать полностью. В таком случае, мы просто опустим этот одиночный центр, повернем, получится полоска. Если они расположены как-то так, и в одно движение у нас это сделать не получится, то очевидно, что получится за два таких движения. Либо мы можем опустить вот эту полоску вниз, переместив каким-то образом вот этот центр. Обычно перемещение с одного края на другой решает проблему. Теперь у нас уже легкая ситуация. В принципе, все ситуации можно решить интуитивно, довести до такого, что не будет хватать одного элемента. Но один элемент переставить можно при помощи ранее указанных алгоритмов, которые аналогичны к кубику 5х5. Сборка первых восьми ребер производится точно так же, как и в кубике 5х5, методом фрисвайс. К примеру, я вижу два бело-синих элемента. Вижу еще один бело-синий. Если цвета одинаковые, я этот элемент опускаю сюда при помощи таких движений. R, U', R' и совмещаю. Аналогично здесь цвета одинаковые. Делаю то же самое и совмещаю. Получив собранное ребро, отправляю его наверх. Заменяю наиболее для меня удобное. Вижу, что здесь два желто-красных. Ну, я его и заменю. Еще сверху желто-красные. Вижу желто-красный, а желто-красный. Цвета одинаковые. Меняю. Совмещаю. Еще сверху. Больше нет желто-красных. По бокам желто-красных нет. Переворачиваю. Еще здесь. Вижу. Вот желто-красные. И цвета разные. Опять же, напомню. Можем либо отвести элемент сюда, повернуть фронтальную грань, задвинуть сюда элемент и опустить. Либо, если элемент находится здесь и цвета разные, мы можем опустить фронтальную грань, опустить правую грань, поднять фронтальную и поднять правую. Любой способ хорош. Дальше просто совмещаем. Вот у нас получилось желто-красное ребро. Ну, я вижу, здесь вот хорошо собралось синий-красный. Поменяю на него еще недостающий элемент. Сверху нет. По бокам нет. Поэтому переворачиваю. Еще здесь. Вижу вот здесь. И напомню, что все эти алгоритмы работают и через левую сторону. Если у меня вот собираемое ребро оказалось вдруг справа, а элемент слева, можем делать все эти алгоритмы зеркально, так же, как в 5х5. Для этого случая отодвинем сторону, поднимем фронтальную грань, задвинем сюда и опустим. Получаем собранное ребро. Я вижу два зелено-желтых, два желто-оранжевых и выбираю из них на какой же поменять. но так же наверное все-таки зелено-желтые, поскольку я заметил, что вот здесь еще есть зелено-желтый. Поменяем таким образом, чтобы верхний слот вот этот оказался здесь и вот этот элемент спокойно с ним соединился. что можно сделать через фронт. Добавляем сюда зелено-желтый. Проверяем, сверху зелено-желтых больше нет. Ищем по бокам. По бокам тоже нет. Переворачиваем куб. Все как в 5 на 5. Вот он зелено-желтый. Опускаем его вниз. Совмещаем. Вижу два зелено-оранжевых. Вижу зелено-оранжевый вот здесь. Поэтому ставлю вот таким образом, чтобы этот сюда уже подошел. Ищу еще один зелено-оранжевый. Не нахожу. Переворачиваю куб. Вижу здесь. Цвета разные. Собираем. Движемся дальше. Вижу два зелено-красных. Поблизости ничего не видно. Поэтому собираю как угодно. Переворачиваю куб. Сверху нет. Значит все-таки было сбоку. Вот один элемент. Вот второй элемент. Если вот этот я спокойно сюда ставлю хорошо, то вот этот, если я сюда буду подвигать, то он станет некрасивым. В этом случае мне нужно перевернуть либо это ребро, либо ребро с этим элементом. Без разницы, какой он. для этого мы как обычно используем комбинацию флип. Так же как в 4х4 и 5х5. Совмещаем зелено-красное ребро. Вежу здесь сине-оранжевое. И вот здесь еще сине-оранжевое. Ставлю как-нибудь. И вот это доставляю сразу к нему. Так. Сверху сине-оранжевых нет. Смотрим по бокам. Вот оно. Сине-оранжевое. И опять же, нам нужно, чтобы оно было сверху. Оно располагается снизу. Сделаем флип. И совместим. Тем самым мы сейчас заполним последнее четвертое ребро. И с этой стороны 4 ребра есть. Поэтому я сразу переворачиваю и смотрю. А сверху еще одно осталось. Поэтому нужно дособрать. Вижу много желто-оранжевых. И еще одно желто-оранжевое. Если мы их совместим вместе, то видим, что часть из них стоит неправильно. Выдвигаем и развернем к примеру вот эту часть. Опять все тот же самый флип. Ну и собираем восьмое ребро. Первые 8 ребер собраны. Если вы все делали правильно, так же, как в 5х5, центры должны восстановиться. Проверяем. все у нас хорошо. И собираем оставшиеся 4 ребра. Для этого ищем какое-нибудь максимально собранное ребро. Их таких нет. Видим вот два бело-оранжевых. Я перевернул в такое положение и вижу еще одно бело-оранжевое. В 5х5 для того, чтобы вот такой элемент переставить вот сюда, мы выдвигали вот этот слой, делали флип и задвигали обратно. Здесь мы будем делать то же самое, но выдвигать будем только один слой, вот этот. Если мы выдвинем такой средний слой, флипнем вот это ребро, то вот этот элемент встанет вот сюда и вернется на законное место. делаем флип и возвращаем. Тем самым мы собрали уже три. Ищем еще одно белое-оранжевое, находим его вот здесь, это далеко, таким двойным поворотом ставим поближе, видим, что оно не тем цветом находится. Нам нужно здесь белый цвет, чтобы как в 5х5 выдвигать вот этот слой и разворачивать вот это ребро. Поэтому мы сначала сделаем флип, получим то, вот они белым цветом оба смотрят на нас, выдвигаем вот этот слой, который находится рядом с нужным элементом, делаем флип и задвигаем обратно. Одно ребро собрано, переходим к остальным. Опять находим наиболее собранное. Я вижу, что вот два белокрасных стоят. Один белокрасный, второй белокрасный. Какой уже удобнее? Оба неудобные. Давайте начнем с этого. Вот белокрасный располагается красным цветом, это располагается белым цветом. Нам нужно развернуть, делаем флип, и теперь мы можем выдвинуть один вот такой слой, флипнуть и оно вернется правильной стороной. Но поскольку у нас сверху пока ничего нет, мы можем выдвинуть вот так, так будет быстрее сделать флип и вернуть. Теперь три белокрасных, один белокрасный. Ну сделаем так, чтобы у нас большая часть была слева, так удобнее. Опять цвета не совпадают, делаем флип и как в 5х5 точно так же выдвигаем нижние два слоя, делаем флип, выращаем. Осталось два ребра. Поставим их поближе. Что мы видим? Мы видим два бело-зеленых и вот бело-зеленый и вот бело-зеленый. Удобно сразу поставить вот этот бело-зеленый элемент. Давайте попробуем. сдвигаем делаем флип возвращаем дальше у нас вот этот бело-зеленый уже стоит нужной стороной белый к нам выдвигаем делаем флип возвращаем и все ребра собираются. К сожалению, так везет далеко не всегда и здесь также есть более сложные ситуации, которые также называют реберными паритетами, как их 5х5. Прежде чем перейти к сложным ситуациям, рассмотрим еще вот такие. К примеру, у нас есть вот такое белое-красное ребро, у которого два средних элемента стоят хорошо, а вот это развернутое. Четвертый элемент находится вот здесь. Мы можем, конечно, выдвинуть вот этот элемент, сделать флип, вернуть на место и потом как-то его переставлять. Но можем взять вот этот элемент, который стоит одним цветом с этим сдвинуть его вот сюда, чтобы оно образовало здесь как раз три, и флипнуть уже вот это ребро и вернуть на место. Ребро соберется. Аналогично у нас вот такая ситуация. Мы видим здесь все перемешано, здесь все перемешано. Но по три элемента на каждой стороне есть одинаковых ребер. можем либо взять вот это бело-зеленое ребро, передвинуть вот сюда, образуется вот таких вот три бело-зеленых ребра, сделать флип вот этого ребра, немного перехватив и вернуть. Но также мы можем сделать это с желто-синими элементами. Взять вот этот, сдвинуть вот сюда, сделать флип, и вернуть. И мы выйдем вот на такой случай. Это единственное несобранное ребро, которое будет решаться алгоритмом, как и с кубика 5х5. Когда у вас остаются два несобранного ребра, обычно рекомендую сначала собирать вот эти средние элементы. то есть к примеру в этом случае мне пришлось бы сначала флипнуть вот это, чтобы стал одним цветом, выдвинуть и вернуть. А этот элемент уже решать потом. флипнуть, выдвинуть, опять флип, и все. И мы выходим на опять развернутое ребро. если вы не знаете дополнительных алгоритмов для сборки 5х5 из ситуаций, которые приводят к такому паритету, то этим правилом можно пренебречь. Если вы же знаете, как в кубике 5х5 решать вот такие вот ситуации, которые приводят к паритету, то лучше сначала собирать центральные, потом уже крайние. В этом случае вы будете приходить к ситуациям таким же как на 5х5. Чтобы решить последнее оставше серебро, в таком случае мы используем тот же самый алгоритм из 5х5. Напомню, как он делался. РВ У2 перехват РВ У2 РВ У2 РВ У2 ЛВ У2 3 РВ У2 РВ У2 РВ У2 РВ У2 Последних можно не делать. Кубики 6х6 Все будет то же самое исключением того, что у нас будет не 3 РВ Штрих А 4 РВ Штрих Давайте сделаем РВ У2 Перехват РВ У2 РВ У2 РВ Штрих У2 ЛВ У2 4 РВ Штрих У2 РВ У2 РВ Штрих У2 РВ Штрих У2 Той информации, о которой я уже рассказал, вполне достаточна для того, чтобы собирать 6х6 центры и рёбра. Ну и, естественно, метод для начинающих. Продвинутым методом можно использовать более серьёзные алгоритмы и решать в некоторых случаях быстрее. Третий этап это этап 3х3. Здесь мы, опять же, собираем крест по привычке понимаем, что вот эти 16 элементов это один центр, вот эти 4 элемента это одно ребро и уголок он так и остаётся уголком. Что делаем? Просто собираем. Вот так выглядит собранный правильный крест на кубике 6х6. На этапе сборки первых двух слоёв вы можете иногда замечать такую ситуацию, что вроде как собрали правильный крест, собираете углы, где-то всё хорошо, а где-то не очень. К примеру, вот тут бело-оранжево-синий уголок, как его ни крути, он не ставится, не совпадает с цветами центров. В этом случае я рекомендую ещё раз проверить расположение центров, поскольку это достаточно частая ошибка. Напомню, как проверить. если возьмём белый перед собой, синий сверху, то справа должен быть красный, а у меня в данном случае оранжевый. Я это сейчас специально смоделировал, но эта ситуация достаточно частая, и под обучающим видео в 4х4 я получил очень много комментариев на эту тему. невнимательно слушают, потом удивляются. Обязательно следите за расстановкой центров. Белый, синий, справа красный. У меня оранжевый, значит, нужно исправить. Вот красный. Чтобы исправить, мы просто ставим половину и вторую половину. Получаем белый, синий, красный. Потом должен быть зелёный. У меня опять оранжевый. Меняем и ставим. Теперь всё точно как нужно и можно продолжать сборку. При смене мест центров рёбра не разрушаются, но крест, конечно, придётся починить. Собираем крест и собираем F2L. Любым способом таким умеете я соберу более-менее по-быстрому. 4 пары готовы. И если нам повезло, мы можем выйти на ситуацию, когда OLL паритета нет, а здесь все паритеты такие же, как в 4 на 4. Собираем OLL и собираем PLL. Но здесь нам уже паритет выпал. Поэтому переходим к разделу паритеты. Паритеты. В кубике 6 на 6, как и в кубике 4 на 4, а также 8 на 8, 10 на 10 и любом чётном кубе будут паритеты. Первый это OLL. То есть в данном случае вот этот центр это одно ребро. Если количество ребер, которое соприкасается с центром 1 или 3, то перед вами OLL паритет, который требует применения специального алгоритма точно такого же как в 4 на 4. В данном случае, если мы попробуем сделать крест, у нас получится с тремя элементами. Напомню, как делается OLL паритет на кубике 4 на 4. Ставим перед собой то ребро, которое необходимо развернуть. если если у нас такой чуть-чуть недособранный крест, недостающий ребро ставим перед собой. Если просто элемент с одним ребром, то неважно какой стороной поставить все равно будет лучше, чем было. В любом случае можно будет дособрать. В кубике 4 на 4 что мы делали? Поднимали полкубика O2 опрокидывали еще раз еще раз опускали полкубика тут опускали полкубика справа опускали полкубика поднимали опускали опускали что поменялось в кубике 6 на 6 ничего просто полкубика теперь включает в себя 3 слоя если записывать этот алгоритм на языке вращений то вместо RV появится обозначение 3RV как у меня написано внизу экрана решается все точно так же на всякий случай повторю поднимаем 2 поднимаем 3 опускаем 1 опускаем 2 опускаем 3 поднимаем опускаем опускаем после каждого движения вращается верхний слой дважды отведим опять паритет решаем после чего можно уже нормально собирать OLL опять же любым способом каким вы владеете можно пиф-пафами можно используя алгоритмы OLL попробуем здесь собрать PLL видим что перед нами обычное копье выполняем этот алгоритм либо алгоритм из метода для начинающих представляющих сначала ребра потом углы и видим что куб собрался но может встретиться такая ситуация когда у вас два угла как вы не крутите не встают на свое место они могут быть либо по диагонали либо рядом как и в 4х4 это PLL паритет он также решается отдельным алгоритмом в 4х4 мы решали это следующим образом брали вот этот правый внутренний слой в расшире два раза вверх два раза опять правый внутренний слой пол кубика дважды правый внутренний слой еще пол кубика дважды тогда мы уже выходили на какие-то знакомые PLL алгоритмы которые можно было дорешать и куб собирался в чем разница в кубике 6х6 опять же только в количестве слоев которые мы должны двигать то есть мы вращать будем не один слой а сразу два то есть вот эти два правых слоя и вращать будем их естественно дважды то есть вот это движение вверх два раза еще раз это движение пол кубика два раза получается три слоя третий раз движение двух внутренних слоев и пол кубика дважды после мы выходим уже на стандартные пилы алгоритмы то есть лимитом для начинающих дорешать сначала расставим ребра потом увидим что необходимо переставить три угла и кубик соберется в чистом виде пилы алгоритет на кубике 6х6 выглядит следующим образом мы для этого просто его прокрутим если докрутить то мы увидим сторона собрана сторона собрана здесь противоположная здесь противоположная то есть как обычно меняются два вот этих ребра так же как на кубике 4х4 можно и решить то есть если вам встретиться именно в таком виде ситуации на пилы то можно решить сразу поскольку вы уже дошли до кубика 6х6 то возможно вам будет интересно узнать еще решение вот такого случая паритета который подойдет так же для 4х4 то есть здесь собрано собрано вот эти два ребра нужно поменять местами если мы выполним стандартный паритет то нам придется еще решать пилы после этого но если расположить неправильные ребра перед собой справа можно сделать пиф-паф сначала потом выполнить алгоритм паритета и отменить пиф-паф либо просто поставить вот эту пару на место и кубик соберется сразу подытожив можно сказать что кубик 6х6 мало чем отличается от предыдущих моделей 4х4 и 5х5 я же лишь показал как адаптировать уже известный вам алгоритм для решения конкретно этой головоломки надеюсь видео было для вас полезным тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока субтитры Продолжение следует...